Молодёжь, мы имели хорошую возможность с вами посмотреть те процессы, которые проходят у нас внутри. Во-первых, мы рассматривали процесс, что происходит у человека-грешника. Потом мы говорили о том, что человек, порабощенный греху или господину грех, каким бы, может быть, он беленьким не выглядел, но всё-таки носит отпечаток на своём теле. Я для этого ещё раз прочитаю книгу пророка Исаия, 3 глава, 9 по 11 стихи. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своём они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Потом мы говорили о том, что Бог такому испорченному, привязанному, запечатанному, отмеченному человеку даёт покаяние. И рассматривали процесс покаяния. Пока я, не я, вот суть отражения покаяния, когда я от своей воли отказываюсь и отдаюсь послушанию Христу, на этом моменте покаяния, Бог в ответ на покаяние даёт человеку оправдание. И об этом мы тоже говорили вчера. Суть отправдания, семь лучей, прекрасных лучей оправдания мы вчера рассмотрели. Сегодня будем говорить дальше, время мало, но мне надо, хочу основную информацию всё же вам передать, что после покаяния. Иисус Христос, когда вышел, первый Он сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Что значит верить? Верить – это значит положиться на слова другого. Когда я от своих соображений отрекаюсь, а полагаюсь на то, что говорит Господь, значит, я верую. Ну, я иногда привожу такой пример, так в русском языке не говорят, но если бы мы так сказали. Я положился на кровать. Почему я не оказался на земле? Меня держит кровать. А я в каком состоянии нахожусь, лёжа на кровати? В состоянии покоя. И ноги, и руки, последняя голова на подушку приземляется или успокаивается. Я в состоянии покоя. И совсем не переживаю, что могу оказаться на полу. Вот, братья и сёстры, веровать в Евангелие – это значит положиться на слова Господа нашего Иисуса Христа. И человек приобретает полный покой. Ему не надо волноваться, что он попадёт в ад, что что-то с ним случится непредвиденное, потому что он теперь в руках Господа. Но это не всё. Иногда говорят люди, о, пока у тебя всё устроится в жизни, у тебя никаких проблем не будет. Не обманывайте и не обманывайтесь. Переживания будут, но переживания можно пережить, и будет победа, если будем веровать Евангелию, держаться Господом. Евангелие от Матфея 11, глава, стих 12. Это Иисус Христос говорит о том, что будет после покаяния и веры. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берётся, и употребляющие усилия восхищают Его. Нам объясняет здесь Иисус Христос, что после того, как человек принимает Царство Божие, Царство Небесное, ему надо употреблять усилия. Когда человек уверовал в Бога, ему нужно прикладывать усилия к послушанию. Дело в том, что когда человек был рабом греха, то рабство греху принудительно. Хочешь, не хочешь, плачешь, отрекаешься, а грешить будешь, потому что рабство греху принудительно. А рабство Иисусу Христу добровольное. Хочешь, слушаешься, только не хочешь, тебя никто принуждать не будет. Но дело в том, что если отрекаешься от послушания Христу, не можешь остаться нейтральным, ты обязательно попадаешь под рабство греху. Не позволяет нам свет высветить схему, но я расскажу по картины, так сказать, у христианина наступает борьба с плотью. У возрожденного, спасенного, прощенного человека теперь постоянное напряжение внутри. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Дух святой, просвещенный разум, дает разуметь, что хочет плоть, а что хочет дух. Христос говорит, овцы мои знают голос мой и идут за ним. Наш Господь нам это объясняет. И мы с вами, братья и сестры, должны хорошо-хорошо понимать, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. И должны мы что делать? Жить по духу. Если живете по плоти, то умрете. Настанет снова грешное состояние, которое приводит в погибель. А если человек борется, плоть отвергает, умиршляет плоть, а слушает дух, в нем действует закон жизни и достигнет вечной жизни. Некоторые говорят, а как бы нам поменьше искушений? Я вам скажу секрет простой, духовный закон, как бы поменьше искушений. Если человек все внимание дарит побуждением Духа Святого, водительству, которое дает Господь, Слову Божию написанному, все внимание, в таком случае у такого и человека искушений меньше. А если человек так с прохладцей относится к Духу Святому, к Слову Божию, у такого человека искушения больше. Ну, чтобы вы лучше это усвоили, расскажу вам восточную легенду. На Востоке большой-большой рынок. Восточные рынки, они очень красочные, занимают большую площадь. На входе в рынок ворота, на воротах отрубленные руки или череп висит. Предупреждение, что если кто что сворует, смертная казнь. Ну, так было во всяком случае в древности. И вот два европейца решили пройтись по восточному рынку и посмотреть, поглазеть. Ну, любопытство не порог, но все-таки охота. Теперь идут, смотрят. Да, они входили, они видели отсеченные руки. Смотрят, восхищаются разными товарами со всего света. Вдруг одного хватает, торговец, ты хотел у меня украсть. Он говорит, да нет, я только потрогал, посмотрел. Нет, ты хотел украсть. Я тебя поймал на месте преступления. Ну, а когда такой шум, вор, вора поймали. Тут сразу толпа, зевак и таких тоже, которые друг друга поддерживают. А два европейца оказались в меньшинстве. И вот ведут его к шаху на суд. Шах слушает, вот хотел меня обокрасть, а это, говорит, я не хотел воровать. Выносят такой приговор. Говорят, принесите казан трехведрежный. Знаете казан? Налейте воды по края и пусть пронесет через весь рынок, не проливая. На каком месте прольет, на том месте отрубите ему голову. И вот два воина с занесенными секирами, казан полной воды и европейец несет. А друг идет рядом, наблюдает. Вот знаете, ах, нести не два метра и не пятьдесят через весь рынок. Нес, нес и донес. Зеваки разошлись, воины ушли, а он, бедняга, изможденный, сел и отдыхает, дух переводит. А его друг ждал-ждал, потом он говорит, а ты обратил внимание, какие там персидские ковры красивые продавали? А он ему говорит, я ничего не видел, передо мной была только вода, чтобы ее не пролить. и я смог донести. Братья и сестры, если все внимание только Духу Святому, которого Бог нам дал сердце, и Слову Божию у вас искушений будет намного меньше. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, да, в искушениях очень тяжело, и они нам всем надоели очень, но, друзья, во многих искушениях мы виноваты сами, потому что внимание отвлекли от Господа нашего Иисуса Христа, и тогда получается беда. Недавно мне показали, практически что-то вы смотрели, но я расскажу другое. Это тоже в Китае, между двумя скалами расстояние 150 метров построили на высоте 300 метров, построили стеклянный мост, и туристы за плату могут по нему пройти. Но удается пройти, кто только выполняет инструктаж. А инструктаж такой, когда идешь, смотри только вперед, по сторонам не смотри, и на пол не смотри. Но выдерживает мало кто. Начинают идти, глянул вниз, стекло как будто треснуто. Сразу коленки подкашиваются, начинается у кого паника, у кого слезы, кто там ползком, кто обратно, там, ну, комедия натуральная. Так бывает с христианами. Смотрят на Христа, вышел, покаялся, все. А потом-то надо идти на Господа смотреть. А он ой, заболел, ой, такое искушение или другое, и смотрят на обстоятельства, и тоже уже целая комедия. Не христианство, а что-то какой-то пародия какая-то. Братья, сестры, нам должно бы быть стыдно за позор на христианство. Господь нам дал покаяние, дал святую жизнь, но ее надо сохранить, употребляя усилия. Что происходит, если человек все-таки послушал плоть? А так бывает. Да, кончилось общение, намерение хорошее, буду слушаться только Господа, но попал домой, и вот попало искушение, ну, чуть-чуть, подамся искушению, а потом опять буду Господу служить. Но если человек только поддастся искушению, с ним сразу становится беда, он попадает в рабство греху. Грех, как вы видели на той схеме, когда было, он порабощает и делает рабство принудительным. И вот апостол Павел Римлянам 6 глава 16 стих это объясняет, послушайте внимательно. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуйтесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Другими словами, получается так, человек покаялся, получил возрождение, пока он добровольно и доброходно слушается Христа, у него прямая поступь в небо, и он пойдет путем праведника. Но если он послушался плоть, плоть его сразу делает рабом. И потом он вроде бы праведник, а грехи делает, и от греха даже освободиться не может. И плачет, может быть, и кается, а освобождения нету, пока не будет исповедания и серьезного отречения от греха, действительного покаяния. Я вам расскажу один случай. Я в этой сестричке попросил разрешения. Уж очень так иллюстрирует нашу истину, которую мы проповедуем. Она мне разрешила. Можете рассказывать, где вам это удобно. А ситуация была такая. В одной церкви было очищение. Ну, я как служитель принимал там участие. Вот на беседу пришла сестричка 22 года. Плачет, помогите, ну, давай знакомиться. Она из неверующей семьи, работает медиком, членом церкви уже несколько лет. Я говорю, хорошо, а в чем твоя проблема? А моя проблема в том, что я не могу избавиться от телевизора. У нас дома два телевизора. Мы живем в коммунальной квартире, у нас на кухне телевизор, у нас в зале телевизор, только в моей комнате нету. Но проблема в том, что я даже если и не сажусь смотреть, я ложусь спать, но телевизор у меня как будто в сердце там. Я должна про него думать, я должна как будто смотреть, я должна воображать, представлять какое-то рабство, и я от него уже устала, и пожалуйста мне помогите. Я говорю, хорошо, а у вас всегда так было? Вы вот уже столько член церкви и в такое рабство всегда? Нет, нет, всегда так не было. Было время, я радовалась, и все было хорошо. А сколько длиться? Ну, уже несколько месяцев длиться. Я говорю, знаете, вы обязательно должны вспомнить, где начало. Просто так не бывает. Где-то случилось начало, и вот там корень, который надо удалить, и вас Бог освободит. Она говорит, надо подумать, немножко подумала, говорит, да, я вспомнила начало. А начало таково. Попалась тяжелая смена, я шла с работы уставшая, хотелось отдыхать. Зашла домой, когда раздевалась, глаз упал на экран телевизора в зале, а там показывали старый советский фильм, который я до уверования смотрел. Я знал, что фильм морально хороший, ну, и решила, я сяду, немножко отдохну, я так устал и морально, физически, отдохну немножко, посмотрю этот фильм. И я села и стала вместе с семьей смотреть телевизор. Мой брат помладше меня бьет меня в плечо, называет по имени, говорит, тебе же нельзя смотреть, ты же баптистка, что смотришь? А мне так обидно стало, я ему говорю, хочу и смотрю. и стала смотреть на зло брату. Он мне настроение испортил, мне уже и смотреть-то не хотелось, но на зло я досмотрел. Потом я пошла в свою комнату, мне было противно, а потом я не хочу смотреть, а оно меня снутри заставляет. И даже если я ляжу и подушкой накрываю себе голову, чтобы не слышать еще воображение мое страдает телевизором, можете ли вы мне помочь? Я говорю, конечно можно. Там написано, если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Давай разбираться, где ты сделала грех? Ну помогите, расскажите. Ну хорошо, давай разбираться. Первый твой грех. Ты устала морально и физически. Где надо отдыхать? У телевизора или у ног голгофа? У подножия креста? Где душу христианин поднимает? Ну да. Один момент. Когда ты выходила в зал и садилась, чтобы смотреть, посмотреть, разве Дух Божий тебе не говорил? Нежно не говорил, ты не туда пошла. Да, говорил, он не останавливал, но я не остановилась. Вот еще твой грех. И у Духа Святого тебе надо конкретно просить прощения. Он водительство, Бог тебя останавливал, тебе надо за это покаяться. А брату смотреть на зло или грешить на зло, разве это не твой грех? Мой грех. И за это надо покаяться. И когда принесли Господу покаяние, через день или два мы встретились с такой радостью. Дядяша, свободно, телевизоры наши работают, а я могу зайти в свою комнату, читать Библию, получать назидание, и они меня абсолютно не тревожат, и моё воображение свободно. Молодёжи дорогие, я знаю, у вас не только телевизор, Дух Святой вас и в других вещах останавливает, а вы продаёте своё первородство в рабство. Исповедание, глубокое покаяние освобождает от рабства плоти. Первое послушание плоти порабощает, потому что рабство греху принудительное. Грех как деспот издевается над душами и над молодыми очень. Поэтому предлагаю, чтобы вы хорошо свою внутренность проверили. Если есть послушание к Христу, благодарите Бога. Если есть порабощение, спешите исповедоваться, спешите освобождаться, ваши присвители вам помогут. Уверовавшему человеку хорошо дано знать, что ветхий человек распится Христом. Рабство к греху в общем-то закончилось, и если уверовавший возрождённый где-то сделал грех, он только виноват, потому что не послушался, потому что проявил где-то своеволие. А в общем Господь своих освобождает от рабства греху, и надо проявлять послушание. Это одна сторона, где идёт борьба. А другая сторона, где ещё идёт борьба, тоже хочу рассказать. Когда человек уверовал и полюбил Господа, его ум обновился. и в человеке есть разумение добра. И наш обновлённый ум, он желает делать доброе. А плоть желает делать греховное. И вот в нашем внутри у нас тоже идёт борьба. Ум тянет делать добро, а испорченная природа хочет делать, угождать себе греховное вожделение. И вот между добрыми желаниями, которые от ума исходят, и греховными влечениями идёт борьба. И вы знаете, есть такой закон. Греховное вожделение в человеке всегда сильнее, чем мои добрые желания. Какими бы вы добрыми желаниями не вооружились, ваши греховные вожделения вас всегда утянут. Как-то беседуя с молодёжью, я им нарисовал такую схему. Вам расскажу пример просто. Телегу, прицеп, с одной стороны телегу зацепили, за этот прицеп зацепили Жигули, а с другой стороны танк Т-34. И вот теперь кто кого перетянет. А человека посадили в телегу. Кто кого перетянет? Всем понятно, танк перетянет. И даже если Жигули мы включим первую скорость, надавим на большой газ, ничего не получится. вместе с Жигулями все уходит туда, куда хочет танк. Молодежь, вот этот танк, наши греховные влечения всегда сильнее добрых желаний. И апостол Павел в 7 главе римлянам это описывает и про себя. И потом в отчаянии кричит, бедный я человек, кто избавит меня вот от такой борьбы доброго, которого хочу не могу сделать, а злое, которое не хочу само как бы делается. Кто избавит? Есть только один вариант избавления. Это послушание Господу Иисусу Христу. Тот человек, который и свои желания отдает Богу и говорит Господи, я сильно хочу, но я от этого отрекаюсь. я тебе отдаюсь, а ты сделай как ты хочешь. Тот от этой борьбы освобождается. Тот освобождается, как бы Христос его из этой телеги забирает и с собой уходит. Пусть они здесь спорят эти жигули с танком, а человек совсем в другой сфере живет. освобождение приходит, если мы отказываемся от своих желаний. Что нам предлагает Писание делать с нашими желаниями? Открывайте свои желания Господу. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Захотел молодой брат жениться. Хорошее желание или плохое? Хорошее. А сестра, если хочет выйти замуж, хорошее желание? Хорошее. Открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления во Христе Иисусе. Открыл Господу это желание, а Господь говорит, а тебе еще рано. Тебе надо сначала научиться проповедовать, а еще тебе надо научиться быть послушным, а потом будешь решать семейный вопрос. И что молодой человек должен делать? Согласиться и слушаться, а не влюбляться. Один пресвитер мне поделился в одну церковь приехал, просится беседовать. Душа, девушка, девочка плачет, сильно плачет. Что с тобой? Помолитесь со мною. В чем дело? Ну, он меня разлюбит. А сколько тебе лет? Пятнадцать. братья, сестры, на такое желание Бог мир не посылает. И, конечно, Господь предлагает другое. Надо возрастать духовно, приобретать зрелость, и Господь будет решать и ваши семейные вопросы, и решать так, что вам будет благословение. Отец Небесный никогда камня вместо хлеба не подаст. И в решении судеб семейных тоже Бог подает хлеб. Но в каких обстоятельствах? Когда человек с любовью относится к заповедям Божьим. Последнюю мысль я закончу. У нас есть в нашей поэзии христианской много произведений, где говорится о том, что христианский путь это трудный, тяжелый, давящий, и у нас даже и на долице этому соответствует. Там споем, о как трудно идти на тернистом пути и там и прочее. Братья и сестры это противоречит Евангелию. Иго мое благо и бремя мое легко. Но скажу вам, заповеди Господни не тяжкие. Но кому тяжко? Тяжко того, кто Господа не любит. Если любим Господа, заповеди Господни не тяжкие, и путь Господень прям и благ, и хорош, и блаженство на этом пути, да благословит Господь всех нас, и вас, и меня, идти по пути с радостью, и Господь прославится, и нам действительно будет хорошо. Аминь. Игорь Негода